Это невероятно. За последние две недели мы потеряли советника Трампа по экономическим вопросам, советника по международной политике Рекса Тиллерсона, и теперь мы потеряли советника по национальной безопасности, которого заменили Болтоном. Это значительное изменение в команде Трампа, но они вряд ли повлияют на его политику. Новые представители администрации, Помпео, Ларри Казлоу по экономическим вопросам, Джон Болтон по национальной безопасности, они все будут следовать худшим инстинктам Трампа. Они будут поддерживать экономические тарифы, военное вмешательство, и это вызывает тревогу. Я думаю, Болтон сконцентрируется на двух ключевых вопросах – это Иран и Северная Корея. Скорее всего, он не будет противоречить Трампу по вопросу отношений с Россией, по крайней мере, на первом этапе. Вероятно, мы увидим продолжение конфликта между Трампом, который хочет хороших отношений с Россией, и многими другими членами его кабинета, которые сопротивляются этой идее. Болтон продемонстрирует жесткий подход, и я думаю, мы можем ожидать, что США выйдет из иранской сделки. Что касается Северной Кореи, Болтон опять же скептически настроен по поводу переговоров и дальнейших попыток сотрудничества. Думаю, назначение Болтона советником национальной безопасности не изменит американо-российские отношения в значительной степени. Как мы видим, Трамп очень хочет улучшить отношения с Россией. Он недавно провел поздравительный телефонный разговор с Путиным после его переизбрания, который вызвал у многих негодование. Но, что бы ни говорил Трамп, официальная позиция США здесь стабильна. Санкции, военная оборона, режим ограниченного взаимодействия. Вся ситуация развивается под воздействием позиции Конгресса, и это выражает политический консенсус США по вопросам взаимоотношений с Россией.